Меня в принципе кормит американский университет, но я очень давно действительно, больше полугода, я не читал стихи вслух. Я забыл, как это бывает. У меня есть, конечно, русская аудитория в Америке, но наибольшее количество моих российских, московских, питерских читателей переехала в Европу, и я весьма рад, что мы можем убедиться в своей, в общем, неизменности, в своем неотходе от старых принципов. Ну и, конечно, мне особенно приятно, что здесь создатель лучшей, вероятно, русскоязычной библиотеки в интернете Андрюша Никитин-Беренский, и здесь один из моих учителей в журналистике, и ближайших, наверное, друзей Дмитрия Губина, пантерибуль русской журналистики, написавший только что грандиозную книгу, мы скоро будем ее читать. Ну и еще пара-тройка женщин, с которыми меня когда-то очень многое связывало, за что им отдельное спасибо, потому что обычно любовь кончается взаимной ненавистью, а здесь тот редкий случай, когда мы еще терпим друг друга. Поэтому спасибо вам большое. Эпиграф из Виктор Кюго, из Отверженных. «Храбрые французы, сдавайтесь!» – восклюкнул британский генерал. «Мэр!» – отвечал Камброн. «Произнести это слово и умереть, есть ли что-нибудь более возвышенное?» Пять десятков, прожив с половиной неуклонно сгущавшихся лет, Угодил я на остров Смеиный, а с него отступления нет. Ибо жизнь – это остров Смеиный, да под стать ей Родина-Мать. Мы привязаны к ней пуповиной, но однажды приходят сорвать. «Жалкой жизни моей угрожаю, вы подобны тому кораблю. Искони-то была мне чужая, а ты не любишь, и я не люблю. Сколько можно молить и гундосить, нынче время понять и проклясть, Эту жизнь нелюбимую бросить, как гранату в зловонную пасть. Все расхищено, все пережито, что не вывезли, то разбили. Чем мне, собственно, здесь дорожить-то? Разве горскую змеиной земли? Но на ней уже царствуют змеи, их ползучий, безудержный зуд. Ибо оно будет честнее, ничего не доделывать тут. Мы ли ждали другого финала, мы ли хотели другого конца? Я родился с клеймом маргинала, то есть, проще сказать, погранца. Прав, поэт, несравненное право, самому выбирать свою смерть. Но сначала тебе, свердержава, картнуть в рожу законная мердь. С вашей бляхой, попахой и плахой, с вашим вечным пугай-карай. И вот, ушел бы ты нахуй, мой российский военный корал. Браво! Говорят для приличия, что Родина-мать. Наша Родина-матка. И пока ты не склонен ее донимать, вам уютно и сладко. Если ж ей надоело тебя обнимать, это первая схватка. Потому-то с цикличностью в несколько лет череда мальчуганов и девиц покидают сырой полусвет между двух океанов. Это значит, что время рождаться на свет, оторвавшись от прянов, удирать молоча за собой послед в виде двух чемоданов. Их встречает толпа ветеранов горшка, потребителей каши, и в отечестве русской доле тишка, и в изгнании не краша, и толкают, и щиплются из-под тишка. Да, мол, помучайся с нашим, но терпением. Устроена жизнь хорошо, за полгода привычкой сменяется шок, и младенец пляшивый получает бутылочку, соску, горшок и коробку с машиной. И молочную смесь, и постельный режим, и пеленку, и сица, то есть все, что рожденный себе заслужил, выбирая родиться. Иногда ностальгия накроет грызя, во хмелюру сгрустишься, но вернуться в утрогу живому нельзя, разве только частично. Не дивишь же, что эта счастливая часть одержима страстями, обретает порою особую власть над другими частями. Разумеется, в мире хватает зверей и ужасные нравы, так что следуя логике темной своей нерожденной правы, но посмотришь порою в глубину, в вышину, на жену и на сына, и подумаешь нет, и добавишь дыну, и закончишь спасибо. Так земля тебя носит, пока не дорос, а потом переносит, и с поверхности сбросит тебя, как отброс, и совета не спросит. Не проглядную ночь, бесконечную тьму, ишь со жизней косматых, где ты точно не нужен уже никому, даже меньше, чем в Штатах. А уж там гомонят инвалиды ерма, ветераны параши, подыши безвоздушьем, понюхай дерьма и помучайся снаша, у тебя после смерти всего ничего. А у них дедовщина, матершина покойников, их большинство, и у них дедовщина. Но терпельно, устроена смерть хорошо, за полгода привычкой сменяется шок, и покойник лишивый получает поминки надгробный стишок, и веночек фальшивый. А пристойная память о местах в строю, о нахомнике глыба, как сравнишь с нерожденными долю свою, да и скажешь спасибо. Иногда ностальгия, нельзя же пропасть, навсегда умолкая, и тогда непонятная темная часть, неизвестно какая, проникает к любимым по ветру скользя, и целует не слышно, потому что обратно вернуться нельзя. Но частично, частично, и не диво, что эта особая часть, между гнильем и костями, получает по смерти особую власть над другими частями. Если был я Дэн Браун, давно бы уже подошел бы к профессии правильно. Вот идея романа, на чьем тираже я поднялся бы выше Дэн Брауна. Но роман это время детали слова, а с балладою проще управиться. Начиналось бы так, патриарх и глава удаляются в баню попариться. Разложив на полке мускулистую плоть и дождавшись пока разогреется, президент бы спросил ему, есть ли Господь. Патриарх бы сказал, разумеется. Президент бы продолжил, я задал вопрос, но остался по ходу непонятым. Патриарх бы ответил, ну если всерьез, естественно нету, какое там. Президент бы его повалил, придавил и сказал, я с тобой не шучу, ловил. Жаркий воздух хватает, ораща глаза, патриарх бы осознался безрадостно. Ну за что ты меня, я не знаю, не знаю. Президент бы сказал, мы дознаемся. И ушел бы приказ по спецслужбам страны отказаться на месте от всякой войны, от секретных разборок, от явных врагов и от тайного злобу тающего. Разыскать, перечислить наличных богов и найти среди них настоящего. Меж мечети, меж пагов, меж белых палат. И впервые им крамолу откапывать. Ведь наш лишь однажды, а Бонтий Пилат был наилучше, чем наш уж как-нибудь. И пойдет панорама таинственных вер. Вудуист, например, синтоист, например. Это сколько же можно всего описать и мулатку, и польку прелестную, и барочные фасады, и тропические сады, и мураны, и боны, и флоренцию. Промылькнул бы с раскрашенным бубном шаман, и гречанка с Афиной и паладой. Ну зачем мне писать боготомный роман, где отделаться можно паладой. И обшарив сакральные точки земли, возвратятся герои в тоске и пыли, из метели и адского и печего. И признаются, что мы ничего не нашли. А докладывать надо. А ничего. И возьмут они первого встречного ах, да вдобавка еще и калечного ах, и посадят без всякого повода, и мытарят его, и пытают его, и в конце уже богом считают его, ибо верят же все-таки в бога-то. И согнут его в рог, и собьют его с ног, ибо делают действительно скверное, когда он под пыткой признает, что бог, он и будет тем богом, наверное, покалечит его, поувечит его, когда он совсем покалечится, то умрет, потом и воскреснет, потом и воскреснет, спасет человечество. И спецслужбы довольны. Не в первый же раз предъявляют бездыханные тела им. Незменный подход торжествует у нас. Если Господа нету, то сделаем. И настанет рассвет на две тысячи лет. А иначе бы полная задница. Потому что ведь бога действительно нет. Пока кто-то из нас не сознается. В Берлине в многолюдном кабаке особенно легко себе представить, как тут сидишь в году в 34-м, свободных мест нету, в воскресенье сияет, входит пара молодая, лет по 17-ти, по 18-ти, распространяя запах юной похоти, и две чистых особи, друг у друга первая. Любовь, ну хорошо, и как гимнастика. Заходят прям в кабак, видят евреи, сидят на лучшем месте у окна, пьет пиво, опрокидывают пиво, выкидывают евреи, садятся сами. Года два спустя могли убить, пока еще нельзя, смели, как грязь. С каким бы чувством я на них смотрел? А вот с таким, с каким смотрю на все, понимание и даже любование, окажись со мной пистолет, я, кажется, не смог бы их убить. Жаль нарушать такое совершенство, такой набор физических кондиций, кровь бьется, легкие дышат, кожа туга, фирменная секреция, секрет фирмы, бьются бестиальные белокудри, главное, их все равно убьют. Такая особь долго не живет. Пища богов должна быть молодой, нежирной и лучше белокурой. Вот так бы я смотрел на них и знал, что этот сгинет на восточном фронте, а этот под бомбежками в тылу, а я еще, пожалуй, уцелюсь, сбегу, куплю спасение за коронку, успею на последний пароход и выплыву, когда он подорвется. Мир вечно хочет перекрыть мне воздух, однако никогда не до конца, то ли еще я в пищу не гожусь, то ли я, правду сказать, вообще не пища. Он будет умирать и возрождаться неутомимо на моих глазах, а я именно, я такой, как и есть, не просто еврей, а дело не в еврействе, вечно бегущий из огня в огонь, живой осколок, самый древний, правдой неуязвимый, словно в центре бури, буду смотреть, как и сейчас смотрю. ни бог, ни пища, так, другое дело. Довольно сложный комплекс ощущений, но не сказать, что вовсе неприятно. У меня есть такой цикл стихов «Невольные переводы». Это те стихи, которые, когда еще можно было в России что-то напечатать, можно было их выдать за переводы. И вот стихотворение, которое он не писал Франсуа Вийон, но мне кажется, что он бы не очень обиделся, тем более, что это классическая французская баллада на двери фна, как положено, с посылкой. И более того, такой правитель, который там упоминается, действительно существовал у франков в восьмом веке. Баллада о пипине коротком. Восьмого века посреди возглавил франков им на горе. Король с отвагой у груди и кровожадностью обзорил. Но был бы, честно говоря, правитель сдержанный и кроткий, увы, была у короля одна беда – пипин короткий. Он компенсировал пипин чередой скандалов смехотворных, порою видом вражьих спин, порою пытками придворных. Его воинственный прыг был обессильен предкрасоткой, но сражался, чтобы забыть, что у него пипин короткий. Ужасный век, кругом враги, баварцы, саксы, алиманы. Он истощал свои в район мозги, опустошал свои карманы, растрачил франков большинство. Народ же сделал вывод четкий и догадался. У него, скорее всего, пипин короткий. На Квитанию поход, на Лонгобардов аж четыре. И даже в свой последний год он слышать не хотел о мире, забытое имя короля, приметы речи и походки. И только кличка, вуаля, осталось нам пипин короткий. Принц, затвердей его урок. Принадлежа к средневековью, когда бы хотел, он явно мог сплотить страну не только кровью. Когда бы ни кровь, да ни развал, да ни разборки и разводки, видишь, никто бы не узнал, что у него такой король. Вот стихотворение, которое не писал великий немецкий поэт антифашист Эрих Кёстер, но мне кажется, что он бы тоже не обиделся. Была б моя лира, первейший из лир, мечтал я полночью вешней, когда бы ужасный свой внутренний мир я смог опрокинуть во внешний. Когда бы в родном и соседнем краю, в кругах ядовитого дыма, твердыню, гордыню, пустыню мою, явил я зловонно и зримо. Когда бы слова беспощадно остры открыли друзьям-фарисеям все трупы, воронки, обломки, костры, которыми мир мой усеян, пейзаж моей жизни, презрение и тлен, кровавые стычки и стачки, хронический поиск предательств, измен, солдатский долг, обрекущий в плен, вставание с колен на карачке и смятая, словно бумага, броня, клочок обгорелого флага, храня и страсти, позоры, доверия, херня, кишки, и кровавые лужи, и все, что воняет внутри у меня, на миг появилось снаружи. Когда будешь швырнуть это миру как есть? Величий подлым и полным, какая была бы прекрасная месть всем тем, кто меня не допонял. Вот это искусство! Все, кроме отстой, вот это была бы расплата с врагами, друзьями, родными и с той, что более всех виноват. Но чтобы у души моей адский пейзаж явить равнодушным планетам, летящим из бездны на выводок наш, я должен бы стать не поэтом, я должен бы стать слепошаром, кротом, отборную тварью соборной, которая, спрятавшись в стале бетон, таится от мира в уборной. И смерти моей, молодой человек, что признак опять-таки гения, желали б не семь с половиной коллег, а семь миллиардов небения. АПЛОДИСМЕНТЫ Город обшарпанный, в граве мелкий помол, в шарканье, шамканье сонного моря омол, в крымской провинции теплая пыльная взвесь, словно превысили меру допущенных зверств, не было холода, не было явного зла, вечное золото, вечная осень была. Крым, пограничия, плиты обманчивых вод, преувеличенно гостеприимный народ, словно в обрамцевый, патриархальный покой, вечно обманчивый, делювиальный такой, семидесятые, зреющие гребенщиков, дряхлые статуи канувших временщиков, как при Аврелии между мучительных век выпав из времени плыл позолоченный век, море без паруса, бездна отсрочку взяла, сладкая пауза, женская клаузула, новое варварство входит отрядами шлюх и издевается, но не решается вслуг, ветры истории, венья с материка, кризги в Батории, щелкины и судака, вымыли, вымыли, ось и державую жесть, непоправимая, невозвратимая есть, негде мне более кинуться в сон золотой, к той метрополии, или о боли той, даже и в вечности, негде мне более взять этой беспечности, этой беспечности, блять! чтобы уже закончить собственной лексикой, вот одно сравнительно новое стихотворение, у меня есть такой триптих, он называется «Песнь песней», я писал его 30 лет, так получилось, что, значит, раз в 10 лет я писал туда по главе, это хрестоматия таких женских типов, производивших на меня в жизни самое сильное впечатление, и вот один из таких типов, стихотворение длинное, ничего, но зато сюжетное, вот лучший тип эпохи перемен, аванчурист, точнее, аванчуристка, не принимающая полумер и вечно полупьяная от риска, с народишкой случился перебес, бойцы уже обычно перебитые, и на арену бархатных небес выныривают эти персеиды, последующих блистательных времен, красавицы с палаткой дикой утки, дам сан-мерси, риан-де-ли-ден, ремонг, с пленительным разрезом глаз и юбки, любой мужчина рядом с ней пельмень, святым глядится рядом с ней Иуда, в начале войн, в эпохе перемен, такие выплывают неоткуда, и после пропадают в никуда, оставив миру профиль свой оленей, когда эпоха скучного труда сменяют орубурных накоплений, растленнейшее в мире существо с повадками невинного детяти, кидала всех, любила одного, которого никто не видел, кстати, дитя трущоб, актриса площадей, насмешница с горящими щеками, наездница матрасов, лошадей и богачей, спала с бунтовщиками, под юбкой провозила кокаин, чтобы избежать случайного провала, давала копам и не только им, доносчикам, однако, не давала, живучая, как подростковый стыд, сисястый трикстер, женский арестович, такую проще грохнуть, чем простить, и легче полюбить, чем уничтожить. В Чикаго заорканила дельца, потомственного лоера из Еля, сбежала в Таиланд из-под венца, с налетчиком, четыре дня не ела, с отчаяния сходила в казино, продав браслет из синего топаза, поставила с размаху на зеро, и выигрыш, и так четыре раза махнула в Лондон, встретила борца с буржуазией дикого красавца, который сам сбежал из-под венца, с богачку и любившую кусаться, с тех пор ходил со шрамом на щеке, ночью и в песне лондонской трущобы, жила с ним месяц в страшной ищете, и в полном упоении еще бы с отчаяния сходила в казино, задумала по-прежнему, как дура поставить, но сомнение взяло, поставила на красное, продула, пошла в посудомойки, отдалась шоферу, оказался сын магната, подпольный миллионщик, бывший князь, наскучила, поехала в Монако, поставила на черное, провал, связалась с коммунистами, стреляла в изменника, увы, а он попал, но не в нее, в госпиталь стирала белье, очаровала шкалера, наследника сиятельного рода, с ним месяц прожила, но поняла, что не свобода хуже, чем свобода, и бросилась опять из-под венца в Латинскую Америку к повстанцам, где подхватила трипера борца с диктатором жестоким, но бесстрастным, осталась у диктатора, спала с министрами, но кончила кровава, перевороты, снова без угла, по всем московским точкам торговала, дубленками, жила не знала где, всех кинула, спилась, партнеры сели, хоть каялись и плакали, в суде нашлась, в Карландии, а потом в Маркетеле, опять сбежала, спрыгнув с корабля, понравилась киношнику, отвергла, сосала члена, проще говоря, сосала хую всякого, отребья, а потом всплыла в Прибалтике, спала с матросами, в отеле Квисисана, плясала обнаженная, свела с ума владельца клиники, сосала, остепенилась, сделала журнал, жила с бандитом, впрочем, надо бы дома, второй был Локер, Рокер, лабры пожинал, обоих кинул, вканулы надолго, и в мире тоже сделалось темно, прошла пора свержения, бастилия, вертон закрыл свое окно, да и окно в Париж заколотили, и мир не опустил, но твердил, рулит не Арестович, а заложный, она нашлась, ушедшая от дел, заодианской, женщиной замужней, в сверенном виде, чисто попадья, всю жизнь пренебрегая, очагами семейными, но многих уводя, теперь преподавала для очагания, прогуливалась там под локоток, питаясь по утрам овсяной кашей, и что от этой бурной, как потока, осталось жизнью, больше, чем от вашей, имея дело с бренным веществом, от слез до роз, от спермы до тротила, все тратила, все кинула на слом, Европу пропахала, как от сила, но и сама потратила из зелом, свелась к нулю, не сберегла ни грана, все ставки оказались на зеро, но красная же тоже проиграла, а черная, так скудно, так черно, как речь вождя, как исповедь аскета, разумно ставить только на перно, но на рулетке нет такого цвета, зеленого, как утренний укроп, ты сука, да, но лучше же, чем скука, не штука, делать бомбы, рыть окоп, чинить авто, писать стихи, не штука, ты сделай то, что миллиарды раз, в миллиарде мест, в миллиарде простынь проделывали геи, пидорас, мужик и баба, шлюха и апостол, в пространстве беззаконном, в темноте и тесноте, в единстве беззаконном, все, что ни с теми, делали не те, но сделай это так, чтоб я запомнил, я, позабывший даты, имена, проклявший Ниневию, как иона, так и смени, что измени меня, чтоб из меня просунулось иное, все просто, как бандитское мурло, все скучно, как рассветный дождь, из неба бесплотного, все было, все мало, не скучно, что предательство, измена, изменчивость протея, оборот, нечестство, смена нищенства, на роскошь, припомнишь все, и отрак берешь, обсмотришь, и более не ропщешь, так выпавший из всех окрестных схем, сбежав из заколдованного круга, в конце ни с чем осталось, и ни с кем, всех предала, всех пнула, всех столкнула, мембрана, патефонная игла, к бензину поднесенная, кресала, рвала, жрала, топтала, била, жгла, и да, сосала, о, хуй, но как сосала? Приговоренные к смерти, толстый он и она, совокупляются черти после бутылки вина, чтобы потешить расстрельную братью, всю корпорацию, их насфератию в этот разок, чтобы не скучно смотреть на терателю, был в глазок, приговоренные к смерти, не изменяясь в лице, в датке стоят на концерте, в пробке стоят на кольце, помню, что участь любого творения, полная казнь через всех растворения в общей гнильце, через падение коня, аэробуса, через укус крокодилуса, клопуса, мухи цеце, через лишение слуха и голоса, через крушение духа и волоса, пала с логоса, эра с локуса, да и тонатоса даже в конце, приговоренные к смерти, спорят о завтрашнем дне, тоже эксперт на эксперте, он вас застанет на дне, приговоренные к смерти преследуют, вас и меня, приговоренные к смерти обедают, приговоренные к смерти не ведают, часа и дня, О, как друг друга они отоваривают в кровь, в кость, кривь, в кость. К смерти друг друга они приговаривают и приговаривают небось. Как я порой люблю человечество. Страшно сказать, не за казачество, не за купечество, не за понятие царя и отечества, но за какое-то, блядь, молодечество, ёб твою мать. Дальше чистая духовность. Есть такое стихотворение о памяти Буниуэля, наверное, самое мое любимое. Обычно после него спрашивают, при чем тут Буниуэль. Я мог бы, конечно, сказать, что это стихотворение о его возвращении в Испанию в 60-м году, о том, как он снял Геридиана и так далее, но честнее будет сказать ни при чем. В общем, так оно и. Когда бы я был в Испании, времен генерала Франка, за раз содержанка старая и старая катаржанка, где был он функцией промысла, вождя и премьер-министра, наверное, я бы подстроился. Должно быть, я бы смирился. Со временем, в смысле, почерк он стал добрее неоконно, сажал уже только точечно, пытал уже неохотно. Крегат, непривычный к плаванию, давно бы дремал в болоте и мнил его тихой гаванью в предутренней позолоте. Тогда бы я был в Испании, в ренунге генерала Франка, солба бы сошла из пари, но закончилась бы болтанка, пошла бы в рост экономика, если тем процентом на триф, собор бы привлек паломника, курорт бы привлек туриста, медлительные холерики смешали бы хронотопы, не то латинская Америка, не то восточная Европа, и прежняя эмиграция, припадки, тоски и злости, смущенно включая рацию, пожаловал бы в гости. И вот, прибыл в Испанию, эпохи позднего Франка, не то монумент из Канию, не то консервная банка, которая лежит нетронутым, задор молодого вздора, ты прячешь Анари Бретон, и там и раннего Сальвадора, и надо ли было мучиться, коль массой твоих сограждан, другой вариант их учить, и решить на него жаждан. А сколько всего прекрасного, открытого для показа, небесный зал Веласки, сооткрылся музей Пикассо, а что же пассионария с ордой у бойцов помятых и прочего каналия начала конца тридцатых, прыжки из огняду в полу, медведь на эти пучи, а что анархисты по уму тебе представлялись лучше. И вот ты бродишь по местности, где все наизусть известно, в сиянии своей известности, и сомнительно, если честно, среди журналистов трущихся, терзаясь чувством неясным, твоя была и натурщица на рынке торгует маслом, была вся огонь, вся грация, осталась дуэнья, сводни, естественная, как нация, что в юности, что сегодня. Когда бы я был Испанией, времен генерала Франка, я вечно кивал на Сталина, и в этом была бы правда. Уж если иметь диктатора, так лучше иметь такого, конечно, тоже усатого, но все-таки не дракона. Испания испытание прошла в сидящем режиме, и Франка была респектабельнее, и те, кто ему служили. Испания есть Испания, предтеча нового света. От смерти она избавлена, но вместо нее вот эта. И вот ты стоишь в испании, допустим, 70-м. Чтоб Року был в изгнании, бесцельным и небогатым, зачем тебе твое мушество, похожее на занудство? Ведь главное преимущество, что можно будет вернуться, к родимой земле окисленной, прохладной полоски пенной, почувствовать жизнь бессмысленной, а родину неизменной. Испания есть Испания, на карте она в груди, и снаружи обычно пьяная, но трезвая в середине, в закатном алом порезе, или в просвете неба стального, хорошая для поэзии, дурная, да остального, с ее красотами, потными, любезными, иностранцем, где пахнет дерьмом, животными, ванилью и померанцем. Испания есть Испания, недвижная, как эскадра. Она состоит из калии, она состоит из камней, она ничему не учится, в изгнании или в тюрьмях. Так это главное преимущество, что можно опять уехать. История есть история, все строже, все непреклоннее. И если уж ты Испания, то лучше быть каталонией. Ходячая патология, невинная адолизка. Когда б я был каталонией, я тоже бы отделился. Ваше... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.